Друзья, всем привет! Это Honor 10 Lite, устройство, в котором производитель воплотил свое видение того, каким должен быть хороший недорогой смартфон в 2019 году, не больше и не меньше. Но перед тем, как продолжить, я традиционно попрошу вас подписаться на канал, если вы еще не подписаны. Поверьте, для меня это очень важно, ничто так не стимулирует работать дальше, как то, когда вас становится больше. Ну и для вас, соответственно, тоже вы сможете получать уведомления о новых роликах и, я думаю, найдете для себя что-нибудь интересное. Итак, подписались, смотрим дальше на Honor 10 Lite. В дизайне мы здесь видим те черты, которые еще недавно были характерны для более дорогих смартфонов, а теперь шагнули в бюджетный сегмент. Это дисплей на всю фронтальную поверхность, маленький каплевидный вырез вместо широкой моноброви, двойной модуль камеры, вот только разъем оставили старым, microUSB. Почему-то вот не торопится Honor оснащать свои недорогие модели новым типом разъема USB Type-C. Вот недавно я обозревал Honor 8X, оставлю ссылку на этот обзор, и там тоже microUSB, хотя казалось бы. В моем распоряжении Honor 10 Lite оказался вот в таком синим цвете. Есть еще черный вариант. Синий, конечно, выглядит поярче, но, честно говоря, мне уже такое решение приелось. И тут претензия не к Honor, просто многие производители сейчас делают нечто подобное, как бы индивидуальность теряется. С другой стороны, черный вариант тоже не назовешь чем-то оригинальным, но это классика, которая всегда актуальна, поэтому я бы, например, предпочел быть черным. Габариты устройства удобные. Смартфон не очень крупный, довольно легкий, и корпус вот на тыльной поверхности немного сужается к краям, обеспечивает очень комфортный хват. Сканер отпечатков расположен сзади, спереди для него просто не нашлось места, а согласитесь, использовать наэкранный сканер в такой недорогой модели было бы слишком большой роскошью. Задняя поверхность, судя по всему, полированный пластик, но реально выглядит как стекло, на первый взгляд просто не отличить от стекла. Здесь же сзади расположены объективы встроенной камеры, и они немного выступают над поверхностью корпуса, с другой стороны, даже самый простенький силиконовый чехол сразу компенсирует этот момент. То есть надеваем чехол, и объективы не будут царапаться, когда телефон, например, лежит вот так на столе. Спереди тоже все плюс-минус стандартно, но давайте не забывать, что стандартом вот такой дизайн стал относительно недавно. Большой дисплей без рамок на всю фронтальную поверхность, компактный вырез сверху. Все это еще в течение всего 2019 года будет выглядеть свеженько. 6,21 дюйма диагональ этого дисплея, разрешение Full HD+, и очень хорошо себя ведет такой дисплей как на улице, так и в помещении. Здесь стоит качественная IPS-панель, и даже под углом картинка выглядит вполне сносно. Обе кнопки расположены на правой боковой грани, сверху традиционно выдвижной лоток под сим-карту и карту памяти, а на левой грани нет ничего. В основе смартфона лежит фирменный процессор Terrain 710, 3 гигабайта оперативки и 32 гигабайта встроенной памяти в моей конфигурации. Такой вот бюджетный вариант получается, тем не менее в игрушки на нем сыграть можно и даже получить удовольствие от процесса. Из беспроводных модулей приятным моментом будет поддержка NFC. То, чего нет в более дорогом Redmi Note 7 от Xiaomi из моего предыдущего обзора, то здесь реализовали. И за это реально спасибо производителю. Правда, нет двухдиапазонного Wi-Fi, только 2,4 ГГц поддерживается. Honor 10 Lite работает на Android 9-го поколения и, соответственно, использует Emotion UI 9, хорошо знакомая уже по другим моделям оболочка, работает стабильно. Я знаю, что есть эстеты, которые почему-то ее недолюбливают за внешний вид иконок. По-моему, все это придирки, честное слово. Я сам долгое время пользовался Honor и Huawei и вот ни разу даже не возникало желания ставить какие-то кастомные лончеры или темы. Основная камера состоит из двух модулей. 13 Мп и вспомогательный на 2 Мп. В итоге очень неплохая детализация. Это не уровень топовых флагманов, конечно, но для своей цены смартфон снимает очень адекватно. Максимальное разрешение для видео Full HD. 4К не поддерживается, но зато можно снимать Full HD 60 кадров в секунду. В принципе, Honor 10 Lite можно похвалить и за автономность. Смело рассчитывайте, что при средних таких нормальных нагрузках вам полного заряда гарантированно хватит до вечера. Внутри стоит аккумулятор на 3400 мА, но зарядка не самая быстрая. Рассчитывайте, что часа 2 нужно потратить, чтобы зарядить его полностью. В принципе, от microUSB ожидать чего-то эдакого в этом плане не стоит. Да, пора, пора уже ставить USB Type-C даже вот в такие бюджетные решения. Xiaomi, например, ставит. Давайте подведем итоги. Я думаю, что вполне получилось сбалансированное решение за примерно 200 долларов или 5500 гривен в наших реалиях. Молодежь обязательно оценит NFC-модуль. Я напомню, это возможность бесконтактной оплаты в магазинах, а в перспективе и в общественном транспорте реально очень удобно. Современный дизайн, который еще долго будет оставаться актуальным, камера меня, скажем так, здесь не удивила, но и не разочаровала. Это хороший средний уровень, плюс поддерживается технологией искусственного интеллекта. Смартфон определяет снимаемую сцену и автоматически подстраивает наиболее подходящие параметры. И очень похвально, что производитель уже вовсю использует эту функцию даже в самых недорогих решениях. В общем, пользоваться и радоваться для своей аудитории аппарат, я думаю, зайдет, если, конечно, не требовать от него слишком много. Конечно, хотелось бы оперативки, ну хотя бы 4 гигабайта, встроенной памяти побольше, USB Type-C, но тогда и ценник был бы повыше. А так получаем разумный компромисс за свои деньги. Друзья, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, пишите свои мысли, если у вас, может быть, есть этот смартфон и вы уже его более пристально изучали. Рассказывайте, пишите, будем общаться в комментариях. До скорого, пока!